Друзья, у нас к вам большая просьба. Режиссер нашей телепередачи Абдул-Хафиз Юсупов очень просит вас подписаться на нашу передачу в Инстаграме, в Фейсбуке. Вот ссылки. Если вы подпишетесь, он перестанет голодать. Спасибо. Друзья, вы смотрите специальный музыкальный выпуск проекта «Секретные материалы» и проекту «Коверап», потому что у меня сегодня только... Музыканты Тадар. Как? И вот представьте, вы поете, а зрители какие-то, они увлечены шашлыком больше, чем вами. Если мы работаем и внимания нет, то в этом и есть вина артиста, потому что он не может найти подход, может, к этой публике. Как бы один раз я выступал в кабаке и начал петь. Один клиент начал орать. Делай потише. И мне было не очень приятно. Вы ему показали свое фирменное движение грудями, и он отстал. И теперь он ведет проект «Коверап» третий сезон. Ой, хочешь? Когда же первый сет закончится, я пожру. Что нужно сделать? Какой есть точный поступок, который точно привлечет внимание? То есть спеть самую, не знаю, лучшую песню своего репертуара, какой-нибудь хит. А если раздеться? Я думаю, тоже поможет. Тоже поможет? Да. Сразу все внимание обратятся. Легче раздеться, чем спеть самую. Ответите, у нас тяжело так. Вот, вот. Не завидите Валидина, а то он разденется прямо на вашем юбилее. Деньюр, мы завидуем проекту «Коверап», потому что у вас 700, по-моему, спонсоров. И скоро Алишер Розаков будет ходить в одежде от спонсора какого-нибудь, в бургере от вашего партнера. У нас есть рубрика «Реклама». Твоя задача сейчас вон на ту камеру прорекламировать вот эти вот беруши в уши, чтобы четче и лучше слушать музыку от Деньюрха Физо. Это надо отрекламировать? Да. Ребята, берете беруши в ручки и засовываете в уши, и не слушайте камерам. И Пашу даже. Поменяем? А? А? Что? Я говорю, сколько тебе дать денег? Меня? Ну да, там 34. Покупайте их. Сегодня 10% и скидочка. Все, я отрекламирую. Я дальше не знаю, как. Увеличьте, есть ли у нас макросъемка. Зум сделайте. Здесь собралась ушная сера Деньюра Хафизова. И когда он станет победителем проекта «Коверап», мы продадим ее на аукционе за 750 сум. Мы продолжаем эту Деньюрха Хафизов. Ты любишь ходить в караоке? Нет. Да. Не, не люблю. Вообще ненавижу. Потому что зачем это надо? И так поешь, и там поешь. Зачем надо едать всем? Ну, обычно, когда в караоке я пою, люди уходят просто поэтому. А потому что ты хорошо поешь, и люди начинают комплексовать? Наверное. А как ты думаешь, вообще, как люди воспринимают людей, кто хорошо поет в караоке? В караоке, если ты хорошо поешь, все тебя ненавидят там. Потому что каждая личность думает, что он певец. Вот в чем проблема, знаешь? Поэтому ты и пошел в Караб. Да, чтобы там надоедить с другим. Почему? Я так не считаю. Вы не считаете так. Значит, вас любят. Да. И говорят, сделай потише. Кто, по вашему мнению, кроме Алишера Узакова, мог бы ввести проект «Коверап»? Ты, например. Ну, все, мы закончили. Спасибо, друзья. Это были секретные материалы. Смотрите меня каждое воскресенье в 19.30 в проекте «За коверап Лайхаса». Я сам лично вижу только Алишера Узакова. Только Алишера Узакова. По-моему, ты, Паш. Не, ну это понятно. На русском языке, если на английском. Это прям первая кандидатура, когда вот документы рассматривают. Там Алишера Узаков и я. Просто потому, что Алишера Узаков немного волос меньше, чем у меня, поэтому его и выбрали. Ты думаешь, что твои волосы помешали? Да. Да, и красота. Да, не может быть. Не может быть. Нет. То есть, значит так, друзья. Как только Алишера Узаков скажет, я больше не хочу ввести коверап, звоните, Павел Ким всегда проведет коверап. Точно. Как вы считаете, Ольга Бузова – это хорошая музыка? Нет. А что, она поет? Ольга Бузова – хорошая музыка? Да, вот она делает хорошую музыку. Она делает хорошую рекламу, но не музыку. Сколько зарабатывают музыканты? Где? В целом. В цифрах, скажем? В цифрах. Это годовой доход сейчас? Нет, только бро. Достаточно. Я не могу это так сказать. А, налоговый, боишься? Да. Правильно. Сейчас, по-моему, все изменилось. Сейчас они, по-моему, не зарабатывают. Не зарабатывают? Они едят? Нет. После сета? Да, по ходу, да. Да, да, да. Вот что-то связано с этим точно. Какой карьерный рост у музыканта? Карьерный рост? Да. Какой карьерный рост у музыканта? Какой карьерный рост у музыканта? По-моему, карьерного роста нету там. Ну, у нас нету. Ну, вот, сначала он был человеком, который перелистывает ноты. Потом он сам начал играть. Потом поступил в колледж имени Успенского. Проучился еще три года. Потом он участник ковер-ап третий сезон. Потом он Алишер Узаков. А потом он снимается в фильме «Абдулла Джон. Возвращение из пекла». Как можно ответить? Ну, смотрите, вы были охранником. Потом вы, наверное, были бодибилдером. Потом вы снимали кино. Начал готовить еду, приносить ее другим певцам. Стал ведущим ковер-апа. Яблысел. Продавали башкирский мед. Потом стали участником проекта ковер-ап. И превратился в Даниора Хафизова. А что дальше? Видишь, как все бесполезно. Ну, зря все это было. В итоге все. Вот ты Даниор Хафизова. Да, да, видишь. Хорошо, а что делать, если внезапно выключилась фонограмма? Петь дальше. Пытаться. То есть Лен под фонограмму поет, да. Что можно сделать? Вот певец поет под фонограмму. Она раз выключилась, она такая... Всегда, всегда нужно быть готовым к аксинению. Вот что бы вы сделали? Я бы спел акапеллу. Значит, все-таки поете под фонограмму. Поем. Ну, в основном, все-таки. Петь вживую. Ну, остается только петь. Ну, танцевать тогда. Танцевать. Ну, или раздеваться и говорить, да, я так и тоже могу, ля-ля. Приглашайте Даниора Хафизова. Он не боится отключения фонограммы. Не боюсь. Почему узбекских артистов не номинируют на премию Грэмми? Потому что, наверное, в Грэмми не котируются свадебные песни. Потому что они не знают английского языка. Потому что они не понимают суть вообще языка. А какова суть? Суть какова? Ну, надо сделать, знаешь, вот мировую музыку. Но не зацикливаться на том, что только он может петь на одном и том же направлении. Илдуз Усманова – это мировая музыка? Илдуз Усманова – это просто Илдуз Усманова, и все. Я ничего не могу сказать про нее. Как красиво извернулся. Не знаю. Не, ну у нас же есть не только свадебные певцы. У нас есть певцы, которые пишут свою музыку, свои тексты, записывают альбомы. Почему вот их не номинируют на Грэмми? Надо их заинтересовать, чтобы номинировали. Чем? Раздеться? Да. Скоро Лалидин Халматов со своим новым альбомом «Я раздетый». Лалидин, у нас, к сожалению, в отличие от проекта Каверап, нет спонсоров. Но мы хотим привлечь их как-то. Но сейчас не об этом. Сейчас я просто записал свой новый альбом. Прорекламируй, пожалуйста, вот на ту камеру, чтобы вот я хоть как-то зарабатывал. Дорогие телезрители, теперь у вас есть шанс различать по храпу национальность человека. Так что покупайте этот диск и не пожалеете. Храпы народов мира. Павел Ким. Павел Ким. Во всех магазинах второй. Блиц. Нужно отвечать быстро, не задумываясь. Готов? Поехали. Можно ли стать диджем, если у тебя есть аукс? Да. Есть. Что делать гитаристу, если неожиданно лопнули струны? На барабан перейти. Проводать играть дальше. На чём? Все струны лопнули. Начинают стучать. Не знаю, ничего. Почему нот всего семь? Потому что до восьмой не додумались. И умер этот человек, который думал о семи нотах. Потому что семь дней в неделе. Не знаю. Не знаю. Хорошо, перечислите все ноты от начала до конца. До, ре, ми, фа, сол, ля, си. До, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. До, ре, ми, фа, сол, ля, си. И теперь наоборот. До, си, ля, сол, фа, ми, ре, до. Не знаю. Си, ля, сол, фа, ми, ре, до. Отлично, это был Лаледин Халматов. Мы продолжаем. Сейчас вам нужно будет на вот эту камеру прорекламировать то, что, в принципе, очень тяжело прорекламировать. На этот раз у нас вот такой вот сертификат на имя Эльмурада Зияева, который официально разрешает ему выступать, давать свои концерты и петь в караоке полностью под фонограмму. Сейчас вам нужно будет разрекламировать вот такой сертификат. Друзья, если хотите пригласить классного, мощного музыканта, приглашайте меня. Я вам спою песню под фонограмму. Вы спросите, почему? Потому что есть у меня сертификат. Разрешение. Он подписан всеми, почти всеми певцами Республики Узбекистан. Лаледин, наша следующая рубрика называется «Кана Балкон». Но чтобы мы могли ее как-то более музыкально оформить, вы бы не могли ее пропеть вот эту фразу «Кана Балкон», чтобы у нас такой джингл получился. Кана Балкон, Кана Балкон, Кана Балкон, Кана Балкон, Кана Балкон, Кана Балкон, Кана Балкон. Итак, это Кана Балкон и мы сейчас будем проверять Лалидина, насколько он хорошо знает, в принципе, всю музыкальную индустрию. Я думаю, что ты прослушал очень много треков, знаешь очень много песен. Сейчас мы будем ставить тебе довольно известные, популярные мировые треки. Просто они будут видоизменены в формате того, что они просто перевернуты. Очень популярный конкурс на свадьбах, на юбилеях, отпеваниях. Везде они их ставят. Просто ставлю песню, ты отгадываешь. Ты готов? Поехали. Итак, первая песня. Знаю. Это? Это любовь, похожая на сон. Это узбековская песня? Нет, это русская песня. Тембр понятен. Алла Пугачева. И как называется песня? Любовь, похожая на сон. Любовь, похожая на сон. Продолжаем следующую композицию. Это английская песня? Да. Не знаю. Послушаем правильно отец. Действительно. Продолжаем. Киркоров. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров. Мой мама. Шикадам, шикадам. Нет, тоже на русском. Ни одной узбекской песни не будет сегодня. Не могу сказать. Майкл Джексон. Майкл Джексон, как называется? Блэк или Блэк или Блэк? Майкл Джексон. Майкл Джексон? Блэк или Блэк. Нет, английская тоже. Продолжаем. А студио? А студио как называть песню? Джулия. Это русская песня? Это русская песня. И вот вы прям должны знать. Не знаю сейчас. Не знаю. Это А студио Джулия. Поехали дальше. Айова. Как называется? Айова маршрутка. Айова маршрутка. Будь нечистка. Я всегда любит. Мы думаем в Хьюстоне. Я всегда любит тебя. Продолжаем. Титаник. Тиво хранится. Продолжаем. Продолжаем. Селин Дион Как называется? Селин Дион Моя сердце всегда Ооо Моя сердце всегда Да Моя сердце всегда всегда Ооо Ты бился? Вот почти. Вы напевали эту песню в самом начале, когда хотели угадать Бейонсе. Давайте послушаем, правильно? Угадал, угадал. В отличие от Лалидина Халматова, вы угадали только сколько? Три? Я дум-дум. Три, но неважно. Главное, что Эль Мурат любимчик проекта Кавер Ап, и мы все будем за него болеть, правильно? Великолепно, Лалидин Халматов все песни узнал, даже неинтересно. Выгоним его из нашей передачи. Спасибо большое, что к нам пришлось. Я надеюсь, тебе все понравилось. Спасибо. Как за тебя болеть? Куда смс отправлять? А, болейте, пожалуйста, на 3300, отправляйте туда смски под номером 01. Я первый. Друзья, запоминайте. 01 на Nokia 3300. Отправляйте смс и болейте за Эль Мурада Зияева. Это были секретные материалы. Самое интересное и музыкальное после. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Азиз Умурзаков из Таймов и Лалидин Халматов. Мы храпели в унисон, в терцию, в квинт, во все что угодно. И теперь, если вы хотите спать и слышать храп и различать, кто же это храпит – кореец, татарин или собака, Покупайте альбом «Храпы народов мира» по очень выгодной цене. Сколько? 9,99 9,99 тысяч долларов. Покупайте, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok